Друзья, всем привет! Вы, наверное, подумали, что это снова видос про гонки за зимними судаками на Казанке, но нет. У меня в руках спиннинг, за моей спиной открытая вода. Это озеро Кабан, оно снова открыто. После заморозков пришла оттепель, и мы снова можем рыбачить со спиннингом на наших любимых местах. К тому же есть шикарный повод. У меня в руках палочка от CF. Это CF Orion в тесте до 7 грамм и в длине 2,24, поэтому очень хочется мне поскорее разловить его классными кабанскими окунями. Крупными и не очень, это уже не важно, главное поклевки. Поэтому приглашаю вас сегодня со мной. Заранее ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этими видео. Я думаю, что своим друзьям вдруг они хотят вспомнить, что такое спиннинг посреди января. Вот, сейчас будем пробовать. Покажу вам, что, как и кого я тут собираюсь ловить. Очень, конечно, тяжело, поэтому снегу идти. А вот, как выглядит проводка приманки на кабане в середине января, если вы нацелены на поимку окуня. Нельзя никуда спешить, в основном приманка волочится по дну, спотыкаясь о камни и ракушке. Паузы. Вот именно в момент, когда приманка лежит на дне и случаются поклевки окуня. Паузы можно делать и 5, и 10 секунд. Если вы все делаете верно и неподалеку от приманки есть активная рыба, вы наверняка получите поклевку. О, видели поклевку? Я видел. Вот такой вот красавчик клюет у нас. Пурга такая, метель. Все на зимней рыбалке, никого нету на берегу. И вот такие вот красавчики клюют у меня. Опять же, в ультрафиолете полярис на 3 граммах, на чебурашечке. Вот такой вот красавчик клюнул. Опа, отпустим его. Вот и второй подъехал на ту же приманку, но уже в другом месте. Я перешел к своей любимой трубе. И вот тут вот на второй проводке такого вот красавчика поймал. Да, друзья, рыбалка очень непростая. Каждая рыбка дается большим трудом. Проводки буквально там по 3-4 минуты. И то не факт, что они окажутся результативными. Но главное, что рыба клюет. Новый спиннинг мы разловили. От нового спиннинга мы кайфуем, так что все классно. Ой, рыба на паузе взял, да? Хех. Чистил кольца и тут окунёк присел. Приколистый, а вы? Я же просто кольца чистил. А у меня тут окунёк сидит. Все тот же полярец в действии. Ну симпатяга. Убежал. Поменяю приманку. И заодно покажу вам, какая у меня тут собрана коробочка. Вот у меня тут такая вот красота есть. Это всё приманки от CF. Так, ну и помимо разноцветных полярисов, у меня тут ещё вибровормы тоже яркие и тёмные. Яркие и тёмные нимблы. И вот нано-минал в таких прикольных цветах. Вот ещё, кстати, вибровормы в цвете арбузик. Специально ждут своего часа, чтобы поймать судачка. Так что у меня тут и для казанки, в принципе, для микроджига на казанке, и для микроджига на кабане. Такой вот комплект. Чтобы я спокойно мог выходить на любой водоём, на какой хочу. Продолжение следует... Кого-то не крупишься, поймал. Сейчас мы его достанем. Хопа! Кайф! Клюёт рыбка. Опять же, работает наш полярис в цвете. Ультравиолет. Два дюйма полярис, если что. Опа! Вырвался у меня тут. Так. Ещё давайте. Не очень, конечно, недалеко клюёт. От берега. По первым впечатлениям, как катапульта бросает. Видите? И три грамма, и четыре грамма. Просто как катапульта. Куда-то туда. Я даже не хочу так далеко бросать. Потому что вся рыба клюёт под берегом. Он всё равно бросает. Даже сильно напрягаться не надо. Это и даже при том, что обмерзают кольца. Даже вот с обмерзающими кольцами он так бросает. Я боюсь представить, если поставить 6 грамм, как он бросит приманку. Страшно даже представлять. Это, наверное, вообще с той стороны, с технической. С воскресенского этого будем ловить. Ну и чувствительный. Я сегодня всё в руку почувствовал. Даже когда со дна рыбы садилась. Ну и ещё этот спиннинг всё равно не чисто для кабана я взял. А ещё и для ловли судака. На микроджиг на той же казанке или на мёше. Я с огромным удовольствием каждую весну ловлю больших судаков и окуней на казанке. И я думаю, этот спиннинг мы разловим вообще шикарными рыбами. То есть вот эти вот окуньки, которых я сейчас поймал, это так. Только начало, только разминка. Просто чтобы познакомиться со спиннингом. Ну и, честно сказать, я уже очень доволен. Думаю, первые сильные поклёвки судака или окуня, и я влюблюсь в этот спиннинг окончательно. Я думаю, через месяцок-полтора мы уже и на казанке откроемся. Вот, друзья, хочу вам показать, как спиннинг выглядит без катушки. То есть вот катушка-держатель от Fuji. Вообще мой любимый катушка-держатель, честно говоря, потому что мне нравится с задней гайкой спиннинги очень сильно. Никогда она спереди. Он очень тёплый, даже вот зимой ловить с такой эво-ручкой очень удобно. Поэтому Орион молодцы, то что вот они сделали Орион именно таким. А то сейчас мода пошла переворачивать катушкодержатели, даже хорошие, фуджевские. Мне это не сильно нравится. Хук-кипер. Очень удобно цеплять приманку на переходах. Вот такое вот у нас колечки у нас от SIG. Это вообще самые шикарные колечки. Тоненькие и удобные. И вот в целом получился вот такой вот спиннинг. Ну всё, друзья, думаю я потихонечку заканчивать эту зимнюю рыбалку на спиннинг. В принципе, всё, что я хотел, сегодня я выполнил. Спиннинг разловил. Окуня поймал и ни одного, чем очень доволен. Вот. И ещё узнал, что в принципе кабан открытый. И можно ходить сюда, пробовать ловить этих колючек. Сегодня они, конечно, меня не сильно побаловали поклёвками, но попадались. Так что, ребята, выбирайтесь на зимний спиннинг, пробуйте. Это всё реально. И ловить можно.